Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и подошла к концу очередная неделя. Впереди долгожданные выходные. Ну а мы постарались, чтобы сегодняшний вечер пятницы для вас был интересным и разнообразным. Итак, сегодня в нашей программе мы услышим профессиональные ответы на некоторые вопросы. Поговорим о детской книге, узнаем, что любят читать наши дети, а также узнаем, какая связь между мобильным телефоном и книгами. И многое другое. Итак, начинаем. Судя по всему, дорогие зрители, вам понравилась наша рубрика «Консультация юриста». К нам в редакцию продолжают поступать вопросы. Ответит на них наш главный консультант, президент коллегии адвокатов Карачаевой Черкесии Руслан Кубанов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня я отвечу на некоторые вопросы, которые поступили в нашу редакцию. Вот поступил вопрос. Расскажите, в каком случае брак признается недействительным? Ну, есть несколько случаев, когда брак признается недействительным. Но самое главное, должен отметить, что расторжение брака и признание его недействительным – это разные вещи. При расторжении брака, значит, имущество делится пополам и так далее, и так далее. То есть, совсем другие правовые основания. При признании брака недействительным, стороны, как говорится, приводятся в первоначальное состояние. То есть, при этом нормы Семейного кодекса не действуют. То есть, это как расторжение гражданского правового договора. А признается он недействительным в том случае, если один из супругов состоит в браке зарегистрированном, который на момент регистрации нового брака не был расторгнут. Кроме того, если близкие и родственные отношения между супругами, если брак между усыновленными, усыновителями, то тоже признается незаконным, недействительным. Кроме того, если брак заключен не на добровольной основе, то есть, под принуждением, либо под угрозой какими-то, в этом случае, значит, брак признается недействительным. И признается он, опять же, через суд. Как доказать родство внебрачного ребенка с отцом, если последний умер? Ну, дело в том, что по российским законам, сам факт биологического отцовства, вот это очень многие не знают, я думаю, что суть вопроса как раз-таки в этом. Сам факт биологического отцовства, значит, он еще не является стопроцентным основанием для признания отцовства. В законе указано, то есть, например, генетическая экспертиза, которую, я думаю, знают уже все из центрального телевидения у нас, вот, оно само по себе не является основанием. Даже если мужчина является биологическим отцом кого-либо, судом это обстоятельство учитывается как доказательство, но никоим образом не стопроцентное утверждение о том, что этот человек является отцом другого человека. Для установления отцовства, оно опять устанавливается через суд, но для установления отцовства нужно установить и иные обстоятельства. То есть, то, что мужчина хотел создать семью, либо хотел, чтобы появился на свет этот ребенок. И эти обстоятельства, они доказываются, в частности, совместным ведением хозяйства, обеспечением этого ребенка финансовым и так далее, и так далее. То есть, здесь в ход могут пойти письма, переписки, денежные переводы и так далее, и так далее. Еще раз повторюсь, сам факт, значит, биологического отцовства не всегда является основанием для установления юридического факта отцовства. В случае, если отец умер, вот, если исходить из этого вопроса, то, опять же, надо принять во внимание то, что я раньше говорил, то есть, установить эти все обстоятельства, что при жизни он хотел этого ребенка, либо хотел создать семью с той женщиной, которая родила этого ребенка. Ну, в крайнем случае, в принципе, имеется практика об эсгумации и назначении для того, чтобы собрать биологический материал и назначить генетическую экспертизу. Вот, но, еще раз повторюсь, экспертиза это будет лишь одним из доказательств. Спасибо за внимание. Всего самого доброго. 2 апреля весь мир отмечает День детской книги. На эту тему мы будем говорить с нашими гостями, которых я с удовольствием вам и представляю. Это Юля и Кирилл Трофимовы. Здравствуйте. Юля – кондитер. Кирилл учится в 8-й школе в 6-м классе. Ему 12 лет, и он занимается самбо. Да, Кирилл? Да. Юля, ну вот я что хотела у вас спросить. Вы кондитер. Кстати, кто любит мороженое фирмы «Данканага», это вот делает наша гостья. Мороженое очень вкусное, но работа тяжелая. Это только, кажется, мороженое сделал, ничего сложного. На самом деле физически тяжелая работа. Тяжело. И тем не менее, Юля, вы находите время для чтения. Скажите, пожалуйста, какие книги вы любите и какие книги в последнее время вы читали? Я люблю вообще художественную литературу. Она для меня, ну, очень увлекательная. Как-то в какое-то другое измерение прямо перемещаешься. Как раз, как вы сказали, чтобы отдохнуть от работы, от каких-то повседневных проблем, просто от усталости. Это хобби мое, которое меня вдохновляет, наверное. Поэтому люблю «Ремарка». Очень люблю. Практически все произведения прочитала его. «Оскар Туальд. Портрет Дариана Грея». Это вообще, я не знаю, наверное, любимейшее произведение. Очень оно такое глубокое и очень поучительное. Прям и для меня, и, я думаю, для всех. Очень рекомендую всем к прочтению. Ну, вообще разное. Ну, интересуюсь литературой, но больше художественная по душе. Хорошо. Мы знаем, Юля, что не только вы читаете, но и читает ваш сын Кирилл. Кирилл, а скажи мне, пожалуйста, вот ты какую литературу любишь? Какие книги читаешь? Люблю жанр приключений. А именно книги «Хроники Нарни», «Маленький принц», «Три капитана», «Томаса Уэра». Очень люблю их читать. Хорошо. В библиотеку ходишь? Нет. Не ходишь? Никогда не был там? Был один раз. Ну, вот я предлагаю вам посмотреть сюжет небольшой. Мы его подготовили, потому что именно сегодня, 2 апреля, во всем мире отмечается День детской книги. И в нашем сюжете мы как раз и расскажем, почему именно 2 апреля отмечается и кто помогает любить книги. Смотрим. Дата празднования Дня детской книги выбрана не случайно. 2 апреля – день рождения великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена, в сказке которого любят дети всего мира. В этот день устраивают утренники, выставки детских книг, проводят встречи с писателями. Большую роль в организации детского чтения играют детские библиотеки. В нашей стране первая такая библиотека была открыта в 1870 году в Городштадте. Она предназначалась для детей моряков. Сегодня детские библиотеки есть практически в каждом населенном пункте, даже в самом маленьком. А вот в республиканской столице, в городе Черкесске, их целых 3. Самая большая так и называется – Центральная городская библиотека. Здесь собрано почти 80 тысяч книг. Чтобы привлечь маленьких читателей, сотрудники библиотеки проводят разнообразные мероприятия, тематические выставки. Мы проводим мероприятия в профилактической направленности, мероприятия в помощь учебному процессу, мероприятия по нравственному воспитанию, военно-патриотические, мероприятия по экологии и много других мероприятий. К апрелю месяцу у нас запланировано мероприятие по терроризму. Будут приглашены студенты среднеспециальных учебных заведений. В этом мероприятии мы будем разговаривать на тему терроризм 21 века, чем он опасен обществу, а также будет просмотрен видеоролик. В нашей стране праздник детской книги был учрежден еще в прошлом веке, в 1967 году. Но цели, как и тогда, остались прежними. Воспитать у детей вкус и любовь к чтению. Если 20 лет назад наиболее активными читателями были подростки, то сейчас пальма первенства принадлежит младшим школьникам. Прогресс шагнул вперед, и многие старшеклассники перешли на чтение электронных книг. Старшие читают фантастику, а читатели помоложе остаются верны традициям. Если это маленький ребенок, конечно, это идут сказки и о животных рассказы. Постарше дети, тут уже идут фэнтези, нравится путешествия. В наше время больше читали путешествия, приключения. Вот сегодня как-то это уже не так интересно нашим детям. Вот три мушкетера, но на полке не стояла книга, все время брали. А сегодня почитали, как-то это неинтересно. А поттери лучше. Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется. И все-таки книг, которые пользуются особой популярностью, тот же «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии», «Незнайка», «Алиса в стране чудес», «Энциклопедия животных» пока не хватает. Дети как бы по-разному осмысливают, и скорость чтения у детей не одинаковая. Поэтому бывает, что ребенок пришел в библиотеку, взял книжечку почитать. На следующий же день приходит его одноклассник или знакомый, и тоже хочет взять эту книжечку домой почитать, но, к сожалению, эти книжечки на руках. Больше хотелось бы видеть словарей, больше бы хотелось видеть энциклопедии новых, иллюстрированных, больше хотелось видеть журналов для детей. Если кто-то сомневается, что сегодня библиотеки востребованы, то ошибается. Ежегодно только Центральную городскую библиотеку Черкесска посещает почти 30 тысяч юных читателей. Много детей приходили и приходят, читают по внеклассному чтению. Очень много родителей, которые по привычке, что они в детстве читали, и берут, и приводят детей, и берут для них книги. Так что сказать, что совсем не читают, мы этого не можем отметить. Сегодня в Центральную городскую библиотеку пришли первоклассники 7-й школы Черкесска. Для детей это стало очень интересным и познавательным путешествием в мир книг. Слово «библиотека» вам понятно? Да. Здесь что, можно хлеб купить? Нет. Молоко взять? Нет. Книгу? Да. А можно ее купить или взять, почитать? Нет. А, кто-то говорит купить. Нет, ребятки, в библиотеке книгу берут, почитать. Оказывается, у каждой книги есть своя квартира. То место на книжном стеллаже, где она должна находиться. А учебники и книги плачут, если к ним относятся неаккуратно. А еще дети узнали, что такое периодическая печать. Первоклассники с любопытством рассматривали детские журналы, делились друг с другом впечатлениями. Мне нравятся очень сильные животные, так что я больше всего возьму про животных книгу. Мне понравилось здесь про собак вот здесь. Она очень красивая и хорошая. Особый интерес у детей неизменно вызывает детский журнал «Теремок», который издается на базе газеты «День республики». Пользуются популярностью «Теремок»? Пользуются, да. Пользуются, листают. Особенно, когда вот у нас в летний период лагеря детские, и мы даем возможность посидеть здесь, полистать, они с удовольствием листают. И даже мы делаем так, что каждый взял в руки по номеру, полистал, прочитал, посмотрел. И потом, а что я в этом номере интересного прочитал, и порекомендую, посоветую сидящим рядом узнать, какую информацию, что тебя заинтересовало. Вот такая форма работы. Фонд Центральной городской библиотеки – самый разнообразный. Здесь много отраслевой и специальной литературы и для девочек, и для мальчиков. Каждый найдет себе то, что ему интересно. Мне нравится энциклопедия. А какую энциклопедию ты возьмешь? Большую. Я люблю читать, мне нравятся книги от Вольне, там очень интересно, как люди воевали, как они искали еду, как все это они делали. Я люблю читать сказки, энциклопедии и другие интересные книги. Но библиотеки тебе понравилось? Да. Придешь же еще сюда? Да. Они уже многие меня в коридоре спросили, можно еще прийти в библиотеку, записаться. Так происходит всегда, говорит Тамара Хатуева, которая регулярно приводит сюда своих учеников. Любая экскурсия в мир книг для детей всегда самый настоящий праздник. Здесь проходят очень интересные мероприятия. Очень часто я прошу здесь работников библиотеки провести на военную тематику различные мероприятия. И довольно очень интересно проходят они. Дети проникаются событиями Великой Отечественной войны. И когда мы приходим обратно в класс, делятся своими эмоциями. Мы различные рисунки по этой тематике проводим, конкурсы, ну и даже пишут сочинения. И они хотят быть похожими на тех героев, представляют события войны. Поэтому я очень благодарна работникам Детской электронной библиотеки. Эта работа очень важна, нужна. Как утверждают библиотекари, даже в наш век стремительных компьютерных технологий дети все равно к книге тянутся. И тянутся именно к живой книге. Пропадет этот интерес или нет, во многом зависит от нас, взрослых. Так что, Кирилл, я тебе советую ходить в библиотеку. Там очень хорошо, очень интересно, литература много. И все, что тебе интересно, ты все найдешь. Хорошо? Хорошо. А вот скажи, Кирилл, а у тебя телефон есть мобильный? Да. Есть, да? Вот ты в нем чем занимаешься? Игры играешь, музыку смотришь? Слушай, что ты делаешь? Музыку иногда играю. Если я хочу найти какое-нибудь, что-то наподобие энциклопедии, я ищу это в телефоне. В телефоне, да? Ну а скажи, мама тебе разрешает в телефоне ковыряться или вы с ней воюете? Воюем. Воюете? Мама, почему воюете? Расскажите. Потому что ребенок слишком много времени проводит в телефоне. И зачастую, немножечко не уследив, пропустив момент изъятия, так сказать, из рук, можно вообще ребенка потерять. Он не видит, он не слышит, он весь полностью поглощен. И потом, когда он уже в процессе игры, ему интересно, а вдруг появляется мама, которая говорит, что нужно заниматься другими делами, он, конечно, очень недоволен. И прям до таких резких высказываний иногда доходит, но приходится забирать. Бывает. Как-то так. Бывает, что и ругаетесь, да? Да. Так вот, завтра, 3 апреля, день рождения мобильного телефона. Поэтому я вас и спрашиваю. А какая связь, как ты считаешь, Кирилл, между мобильным телефоном и книгами? Книгу можно, допустим, взять с собой, почитать в дорогу. Ну, телефон... Ну, тоже можно взять, да? Да, тоже можно взять. А вот связь, знаешь, какая? На самом деле, именно потому, что существует мобильный телефон, дети стали меньше читать. Да, к сожалению. Да, больше, да, больше сидят в телефоне. Так вот, я вам хотела предложить посмотреть сюжет, потому что проблемы, о которых вы, Юля, сказали, они существуют практически в каждой семье, но не все родители знают, как их решать. И даже бывают такие случаи, когда ребенок, который очень любит свою маму, любит свою бабушку, но когда у него пытаются забрать телефон, особенно подростки, бывали такие случаи, что поднимали руки на своих родителей. Бывает, к сожалению, такое, да. Поэтому я предлагаю посмотреть вам сюжет, который рассказывает о мобильном телефоне. И как раз мы там даем советы психологов, как надо поступать родителям, если у них вот такая ситуация возникает. И вообще, как сделать так, чтобы мобильный телефон стал помощником. Смотрим. Еще каких-то 20-30 лет назад жители нашей страны и не предполагали, что устройство под названием мобильный телефон станет неотъемлемой частью жизни россиян. Большинство людей сейчас не представляют свою жизнь без сотового телефона. Современный мобильный телефон – это не просто средство связи, он дает массу возможностей. Прежде всего, для общения с родственниками, с друзьями, также соцсети, общения с друзьями, проведения своего досуга. В большей степени я готовлюсь к экзаменам, онлайн-школам, ну и в свободное время. Игры, музыка, соцсети. Я тоже провожу время в онлайн-школе. Мы занимаемся в одной школе и стараюсь уделять больше времени подготовке к ЕГЭ, но играм тоже уделяю немало времени. А какие это игры? Я скажу, пайт мобайл. Очень известная наше время игра. Я изучаю через телефон английский язык, изучаю программирование, а также беру информацию для того, чтобы сдать ЕГЭ. Огромное количество интернет-покупок совершаю. Современный мобильный аппарат – это маленький компьютер, который помимо качественной связи может подключаться к сети интернет, снимать цифровые фотографии и даже видеоролики. Словом, с помощью современных гаджетов наша жизнь во многом стала проще, разнообразнее и увлекательнее. Мы смотрели «Веселого желейного медведя Валеру». Это игра? Это такой персонаж, его смотрят в ютубе. А что он делает? Он всегда просит своего хозяина, чтобы он делал ему всякие шоколадки, чтобы он всегда просит всякие конфеты. А чему учит эта игра? Ну, она очень веселая, и когда вот его хозяин, он показывает, что делать, можно научиться самому это все делать. Шоколадки? Это шоколадки, не знаю. Он обычно еще делает всякие жмякалки, там, чехлы для телефонов. Интересно? Да. И еще весело смотреть его, наблюдать за действиями Валеры. Канал сам называется «Познаватель». И «Познаватель», он не показывает своего лица. То есть он вот не хочет все выкладывать в сети. Он всегда, он не хочет, чтобы, например, если он, например, пойдет в магазин, чтобы его там не останавливали, он просто взял то, что хотел и пошел домой. Ну, этот канал, вот, он кондитерский. Там вот этот хозяин, он делает шоколадки Валерия и сам учит, как нужно растоплять шоколад, что нужно делать, какие присыпки нужно делать. Хорошо. Ну, или как правильно пользоваться кондитерскими приборами. Лишь, чтобы неправильно сделать. Ну, в общем, для вас, как для будущих хозяек, это интересно, да? Да. Да, сотовый телефон – это хорошо. Однако у любой медали две стороны. Сегодня мобильный телефон вытесняет из жизни подростков занятия спортом. Они все реже посещают творческие кружки, реже читают и общаются с друзьями. И это самая настоящая проблема современности. Я очень люблю, ну, поиграть в нем игры и, эм... Простите. И еще, ну, я люблю переписаться с друзьями. А какие игры любишь? Ну, есть такая игра Brawl Stars и Minecraft. Я еще иногда в нем делаю учуру. Телефон – это хорошо, особенно для взрослых. Они могут позвонить, это очень срочные дела. Также маму могут позвонить и узнать, что с ними есть дни. Там есть WhatsApp, можно дистанционно заниматься. И еще я люблю переписываться с подружками и сестрами. Также там есть и YouTube, можно или посмотреть что-нибудь, ну, или узнать еще больше, к примеру, знания. Многие из них понимают, что сотовый телефон – это вовсе не безобидная игрушка. И, тем не менее, отказываться от нее не собираются. Телефон – это хорошо или плохо? Телефон – это хорошо. В нем есть как полезные вещи, так и ненужные. То есть, ну, все наравне. Мне вот, например, нравится телефон. А чем нравится? То, что там можно поиграть, иногда тоже нужно. Но много сидеть в телефоне – это, конечно, нельзя. Потому что можем испортить глаза. Я считаю, что телефон – он хороший прибор, но и, тем не менее, он вредит нашему здоровью. Если, ну, хороший, потому что можно, если ты вдали от дома, ты можешь общаться с близкими, родными, узнавать, как у них дела. Ну, или, например, с друзьями. Ты можешь в телефоне проходить олимпиады всякие, повышать свой интеллект. А плохая сторона его в том, что, когда мы долго засиживаемся, не смотрим на время, не смотрим, сколько мы там сидим, мы можем испортить себе вздрение и слух. Ну, мне очень нравится телефон, но мама мне говорит, что это вредно, слишком много сидеть в телефоне. У меня есть младший брат мой, ну, он мне не дает утром посидеть в телефоне, хотя бы я посидела. Поэтому я ночью, чуть-чуть, по полчаса сижу в телефоне. Вот я переписываю со своей подругой, ой, сестрой Настей и подругой Лилией. Мы говорим, что нам нравится, как мы себя чувствуем. И еще я люблю смотреть погоду, когда будет снег, или когда будет пасмурно, или дождь. Во-первых, это излучение. Это очень плохо для здоровья. Ну, а то, что хорошо, это можно попереписываться с друзьями, поговорить с кем-нибудь, можно позаниматься с кем-нибудь. Это еще помогает учебе. А как помогает? Например, можно... Есть сейчас такие приложения YouTube, например, или Яндекс, где можно зайти и посмотреть то, что полезно. Например? Ну, например, как задача рисуется, или как, например, подъезд находится. Вот для этого всего это тоже полезно. А вы что-нибудь не пробовали заглядывать? Пробую. Ну, например, того, что нет в учебнике, можно посмотреть еще и в телефоне. Я люблю YouTube смотреть что-нибудь. Ну, про лошадей, про злотных каких-нибудь. Благодаря телефону занимаются в онлайн-школе. Это очень полезный телефон, чтобы я никуда не ездила, онлайн-школа. Благодаря телефону я могу смотреть фильмы. Благодаря телефону я общаюсь с родственниками, с друзьями, с которыми, например, не могу поехать. Телефон — это хорошая вещь, но, с другой стороны, телефон очень плохо влияет на здоровье. И в настоящее время телефонами пользуются очень много людей, и из-за этого мы не можем общаться вживую. Люди общаются по телефону, а не вживую. Это, я считаю, очень плохо. Лично я хорошо посадила свои зрения, часто используя телефон, о чём жалею. Но положительное — это то, что мы можем найти ответ на любой вопрос, который нас интересует. Также мы можем скачать электронные книги, читать их, если мы не можем их купить, посмотреть фильм, если мы хотим его посмотреть и не ездить в кинотеатр. Мы можем слушать музыку, которая нам нравится. Так что же такое мобильный телефон? Добро или зло? Споры о влиянии сотовых телефонов на наше здоровье не утихают ровно столько, сколько существует мобильная связь. Учёные до сих пор не пришли к однозначному выводу. Однако доказательств того, что негативное воздействие на наш организм они всё-таки оказывают, с каждым годом всё больше. Согласно последним фактам, телефоны снижают иммунитет, изменяют психику и увеличивают биологический возраст человека. Во-первых, сотовый телефон это всегда источник электромагнитных излучений. Эти волны, проходя через наш организм, вызывают различные нарушения нормального функционирования клетки и приводят к различным изменениям биологических процессов, которые, в общем, происходят в нашем организме. Электромагнитные излучения сотовых телефонов приводят к ухудшению памяти, повышению артериального давления, бессонницы. Смотрев телефон, люди обычно наклоняют шею под углом в 45 градусов. В этот момент на позвоночник приходится нагрузка в 22 килограмма, что в 5 раз превышает нормальный показатель. Страдает весь шейный отдел позвоночника, что ведёт к нарушению кровоснабжения головного мозга, искривлению позвоночника, нарушению работы нервной системы. Если вот так, как у меня стоит компьютер прямо, ещё это хорошо. Мы смотрим вперёд, и как бы нагрузка на верхний плечевой пояс, она как бы распределена равномерно. Но стоит нам в руки взять телефон или планшет, что у нас взгляд устремляется вниз. И происходит чрезмерная нагрузка на верхний плечевой пояс. Это не физиологическое для позвоночника положение, и поэтому чрезмерная нагрузка на верхний плечевой пояс ведёт к различным болям в шейном отделе и в шейно-грудном отделе позвоночника. Многие подростки сутками болтают по телефону, часами слушают плееры. Учёные подсчитали, если каждый день по 3 часа слушать музыку через такие наушники, через 5 лет слух ухудшится на 30%. Если вы любите или громко послушать музыку, то хотя бы тогда пользуйтесь правильной гарнитурой. Потому что если звук превышает 90 дБ, то это ведёт к гибели клеток, которые находятся во внутреннем ухе, и это проявляется нейросенсорной тугоухостью. Правильная гарнитура. Есть очень много наушников, которые вставляются во внутреннее ухо или закрывают всё ухо полностью. Если у нас наушник закрывает всё ухо полностью, как бы вот этот звуковой сигнал, который идёт, он, когда пробегает по этим завиточкам нашего уха, тогда этот звук немножко рассеивается, и колебания при этом барабанной перепонки становятся меньше и менее негативно влияют. О том, что мобильный телефон снижает качество зрения, знают практически все. А вот каким печальным последствием приводит каждодневное зависание в сети для детей и подростков, понимают немногие. Сейчас практически любую информацию можно найти за считанные секунды. Вследствие этого информация обесценивается, и мозг её быстро забывает. Снижение умственной способности мы наблюдаем периодически, потому что стоит задать какой-то вопрос, о котором нужно подумать, логически поразмышлять. Никто сейчас особо не задумывается, и чем мы пользуемся, это ОК Гугл или Википедия. Вот эти, особенно у нас учителя, которые на медосмотры приходят, жалуются, что вот ученики у них не думают, не размышляют подолгу, а начинают сразу в интернете смотреть правильные ответы. Но самое печальное, что из хозяев мобильного телефона мы постепенно превращаемся в его рабов. И в первую очередь от этого страдают наши дети. Они владевают компьютером раньше, чем учатся читать. Ориентируются в клавиатуре лучше, чем в оглавлении книги. На данный момент я считаю, что дети не представляют жизнь без телефона, без гаджетов. Ряд психических заболеваний. Это у нас какие-то нарциссические расстройства, когда это характерно для тех, кто очень любит социальные сети, и у них прям зависимость от этого. Они должны чувствовать свое необходимое, что они вот такие все востребованы в жизни, и у них качество жизни в основном сейчас зависит от количества лайковых и просмотров. Их хорошее настроение или депрессия зависит от этих лайков и просмотров напрямую. Сегодня мобильный телефон есть практически у каждого ребенка, а тем более подростка. В результате чтение литературы замещается просмотром мультфильмов, компьютерными играми и так далее. Каждая мамочка, каждый родитель столкнулся с такой ситуацией, что когда не знаешь, как реагировать на ребенка, он сидит, играет в игры разные, и ты видишь, как этот телефон, как игры влияют на его психологическое состояние. Он становится раздражительным, он становится нервным. Профилактикой зависимости от современных гаджетов занимаются все учебные заведения. Более 10 тысяч российских школ ввели запрет на использование мобильных телефонов. Если не на весь учебный день, то на время уроков, так как они мешают учебному процессу. Вернее, сегодня запретить учителя практически ничего не могут. Они могут лишь попросить. Так как это сделали в пятой школе У нас есть соглашение с родителями. Родители на их усмотрение дают телефон, не дают. У нас во время урочного процесса дети не достают телефоны, чтобы не отвлекать ни учителя, ни одноклассников. Они ставят в режим вибрации, бесшумный режим. Ну, то есть дети во время урока, получается, они не отвлекаются. Не отвлекаются, да. Спасибо огромное, благодарность родителям, которые это понимают, что мобильный телефон в неурочное время действительно отвлекает от наклассников и учителей. Я училась в Краснодаре, и по сравнению с Краснодаром в этой школе очень хорошие учителя, потому что эти учителя хотят прям, так сказать, вдолбить ребенка знания. Они очень на это настроены, чтобы ребенок знал. А в других школах, наоборот, им все равно на учителя в большинстве школах. А в этой школе очень хорошие учителя, очень хорошие преподаватели. Как часто вы встречаете детей с книгой или просто общающихся между собой без гаджета? Дети и подростки быстрее всего становятся жертвами зависимости от этих устройств. Молодые родители включают детям мультфильм на смартфонах, ноутбуках, платшетах, учат малышей с помощью развивающих программ. На развитие онлайн-игр, доступных в телефоне, сегодня работает миллиардная индустрия. Но как это сказывается на психике ребенка? Подросток может подвергаться воздействию жестокого контента, даже если он не желал его просмотра. Я столкнулась с такой ситуацией, что вот по ночам у меня ребенок перестал спать. Он нервничает, он боится. Я не знаю, это эффект игр или вот этих всяких соцсетей, мессенджеров, например, ТикТок, где вот короткие ролики, но могут быть они с таким эффектом, что ребенок пугается и боится. По ночам он не спит. Уже вот неделю нам сложно заспать по ночам, потому что ребенок, он мне говорит, «Мам, я больше не хочу смотреть». Ну, раз ребенок уже дошел до такого состояния, это уже говорит о том, что сильное влияние оказывает. Хотим мы или не хотим, но влияние есть. С каждым годом контакт с миром гаджетов у наших детей становится все прочнее, в то время как контакт с реальным миром ослабевает. Сначала виртуальный мир и игры, затем реальная жизнь. Формируется прочная зависимость. И в первую очередь это наша вина, вина взрослых людей. Как у нас проходит ужин? В большинстве случаев я задаю этот вопрос и могу сделать уже свой вывод. Родитель куда утыкается? Телефон? Да. Вместо того, чтобы за ужином учить ребенка общаться, строить диалог, родитель садится и зависает в телефоне, а ребенок как? Ребенок предоставлен сам себе. Так получается, кто учит ребенка не общению, а уход в виртуальную реальность? Родитель. Правильно. И этот ребенок с 5 лет до 14 лет, когда начинается подростковый кризис, к чему привыкает? Не общаться, не вести живой диалог, а уходить в диалог виртуальный, а не проживать собственную жизнь. Но учат этому взрослые. Психологическая зависимость от мобильного телефона у детей после 9 лет формируется очень быстро, она очень устойчивая. Попытка отобрать у ребенка телефон часто встречается неприкрытой агрессией. Что в этом случае делать родителям? Как поступить? Во-первых, понять, что это уже результат действий не самого ребенка, а результат действий родителей и безответственность по отношению к ребенку, которую проявлял родитель с целью где-то себе облегчить жизнь. Не хочу критиковать родителей, они устают, и они находят способы для себя как-то облегчить себе жизнь и где-то переложить общение с ребенком, потому что ты и так устал. А теперь осознать, что это результат последствий твоих собственных действий, и что на это уйдет не месяц, не два, а от трех месяцев до полугода, чтобы скорректировать эту ситуацию. Потому что я очень часто слышу от родителей «Ой, да ладно, как с этой зависимостью бороться?» Я две недели, две недели — это мало. Если заложилась привычка, если заложилась подобная форма взаимоотношений, и у ребенка появилась зависимость, а там достаточно интересно в виртуальном мире, сейчас забери у родителя телефон, он же тоже взбунтуется. А что это я должен отказываться? И на это необходимо время. Вот это самое главное — осознать время. Первая осознанность для родителей — это его ответственность за этот результат. И если он сумел до этого довести, значит, он сумеет от этого и увести. Но на это потребуется до полугода. Человек не может отказаться от технического прогресса. Если мы жестко ограничиваем, пресекаем, не позволяем детям играть в телефоне или компьютере, говорим «это плохо», «это зло», то получаем обратный эффект. Категоричные запреты не работают. Но мы можем избежать многих проблем, если будем следовать рекомендациям психологов. Можно все вернуть на свои места. Но для этого родителям понадобится терпение, настойчивость и твердое решение добиться поставленной цели. А давайте вот построим день с самого начала. Мы проснулись, мы в гонке, мы ничего не успеваем. Мы сунули ребенку телефон с мультиками, чтобы он не мешал собираться. А давайте мы не будем засовывать ребенку в руки телефон и давать ему возможность туда уходить, а сядем и пять минут с ним позавтракаем. И эти пять минут посвятим общению. Да, сложно, но другого выхода нет. Начать день с общения, а не с телефона. И не кричать, что ты ухватился за этот телефон, а просто сказать «посмотри на меня». Улыбнуться ему, не кричать на него «посмотри на меня», а улыбнуться. И сформировать у ребенка положительный образ родителя, а не вечно недовольный. Но я буду говорить о мамочках, потому что все-таки они занимаются воспитанием, а не образ вечно недовольной мамы. И давайте вот две картиночки. Злая недовольная мамочка с утра и забавная картинка в телефоне. Вот что вы выберете, взрослый человек? Ну, там, наверное, где не кричат. Там, где забавно, интересно, да, и где тебе улыбаются. А там, где на тебя кричат, повышают голос, ты, ну, уйдите, да? Поэтому мы и заменяем собой то, что там интересно, но собой улыбающиеся. Потому что вид довольной, улыбающейся мамы это самое приятное, что может увидеть ребенок. И если в течение двух-трех недель ребенок будет видеть образ мамочки довольной, он сам откажется от телефона, он сам скажет, «Мам, а что, мы не будем общаться?» и телефон автоматически уйдет на задний план. Стоит попробовать. Не говорить это невозможно, а просто попробовать это делать. В течение дня мы на работе, они в школе, в детском садике, да? День уходит. Вечером возьмите себе за правило убрать телефон. И если это касается вашей работы, сообщайте ребенку, «Дорогой, я сейчас по работе отвечу, и я уберу телефон, и мы с тобой пообщаемся». И ничего в этом зазорного нет. И собственным примером показывает ребенка, что от телефона можно отказаться, заменив живым общением. И если вы между делом, смотря в телефон, ребенку говорите, «Неси дневник». Ребенок, смотря так же в телефон, вам этот дневник отдаст. И каждый остается в своей виртуальной реальности, и опять нету живого контакта. Просто уберите телефон. Вот и рекомендация. Замените телефон книжкой, замените телефон каким-то действием. Женщины давно забыли, что такое готовить, вязать, вышивать, но при этом говорят собственной дочери, «Ты лентяйка, ты зависаешь в телефоне, ты ничего не хочешь делать, ты ничему не учишься». Ну так покажи. Пойдите погуляйте, пойдите в кино сходите. Да просто вечером выйдите. Для этого не надо каких-то дополнительных ресурсов, не надо никаких дополнительных финансов. И еще совет от нашего психолога. Родителям следует разумно ограничивать время, пользуясь телефоном и другими гаджетами. Дайте ребенку четко понять, когда именно нельзя пользоваться техникой. Например, во время обеда, за несколько часов до сна и так далее. Главное, не забывайте, что это правило должно быть единым абсолютно для всех членов семьи. Кирилл, увидел, выводы сделал? Да. Сделал, да? Ну хорошо, будем надеяться, что увиденное тебе на пользу пошло. Так что не сиди часами там, хорошо? Мама слушайся, она знает, о чем говорит. А скажи мне, Кирилл, ты стихи любишь? Да. Любишь, да? А каких поэтов любишь? Пушкина, Лермонтова, Симонова. Ну а хотя бы четыре строчки можешь прочитать из какого-нибудь стихотворения? Да, конечно. Ну давай. Ты помнишь, Алеша, о дороге Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав как детей от дождя и груди, Как слезы вытирали они украдкую, Как след нам шептали, Господь вас спаси, И снова себя называли солдатками, Как царь повелось на Великой Руси. Ну молодец, Кирилл, ты чуть-чуть торопишься, Хорошо стихотворение читаешь, Но чуть-чуть торопишься, да? Чуть-чуть помедленнее надо. Ну раз ты так хорошо знаешь стихотворение, Значит, объявляй, пожалуйста, нашу рубрику. Смотришь вот туда в камеру и говоришь, А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Страницы поэзии». Давай, начинай. А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Страницы поэзии». Назир Хубиев, Родина, без тебя я, Бескрылый орел, без тебя я, Ущелье безводное, без тебя я, Давно бы умолк, без тебя я, Растенье бесплодное, без тебя я, Потухший очаг, без тебя я, Что сакля пустая, без тебя я, Давно бы зачак, а короче, Ничто без тебя я. Александр Сергеевич Пушкин Я Кавказ. Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины. Орел с отдаленной поднявшись вершины Борит неподвижно со мной наравне. От селя я вижу потоков рождения И первое грозных обвалов движения. Здесь тучи смиренно плывут подо мной, Сквозь них, не свергаясь, Шумят водопады, Под ними утесов ноги карамады. Там ниже мох тощий, Кустарник сухой. А там уже рощи, зеленые сени, Где птицы щебечут, Где скачут олени. А там уже люди гнездятся в горах, И ползают овцы по злачным стреминам. И пастырь не сходит к веселым долинам, Где мчится арагма в тенистых брегах. И нищий наездник таится в ущелье, Где терек играет в свирепом веселье. Играет и воет, как зверь молодой, Завидевший пищу из клетки железной. И бьется о берег в рожде бесполезной, И лежит утесы голодной волной. Вообще нет ни пищи ему, ни отрада. Теснят его грозные, немые, как карамады. Ирина Пивоварова. Жила-была собака. Жила-была собака. Она была большой. И был у той собаки огромный рыжий хвост. И вот когда собака бежала по дороге, За ней пыль вставала почти до самых звезд. И были у собаки огромнейшие зубы. И лаяла собака, как миллион собак. И когда она дышала, с домов слетали крыши. И все деревья гнулись. И это было так. Жила-была собака. Но только ты не бойся. Она была послушной и добрая была. Меня она любила. И в гости приходила. И ела хлеб с вареньем. И сладкий чай пила. И добрая собака со мной гулять ходила. И ласково крутила своим большим хвостом. А вот что было дальше, еще я не придумал. Сначала я придумаю, а расскажу потом. Юлия, у меня теперь вопрос к вам. Я знаю, что вы не только книги читаете. Очень заботливая мама, ответственная. Но вы ходите и в церковь. Соблюдаете пост. Тяжело держать? Вы знаете, нет. Когда для себя четко решишь, для чего ты это делаешь. То тогда какие-то ограничения в еде вообще не имеют места быть. Ты просто не замечаешь. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И все проходит очень даже легко и хорошо. И очень хорошо. Юлечка, а скажите, пожалуйста, вы наверняка хорошо ориентируетесь в праздниках, да? В церковном календаре. А скажите, вот какой скоро праздник, 7 апреля, будут отвечать православные христиане? Очень хороший праздник. Очень светлый и добрый Благовещение. Правильно. Кирилл, а что значит Благовещение, знаешь? Да. Что? Благая весть. Молодец. У нас есть сюжет, мы подготовили, который рассказывает об истории этого праздника, о значении. Давайте смотреть. Святый Божий, святый крепкий, святый безверхный, Бог милой нас. На православных иконах принято изображать Архангела Гавриила, держащим в руках цветок, символ Добра Вести. Именно ему, даровано Богом, приносить людям радостные, а иначе сказать, благие вести. Поэтому Архангел Гавриил всегда желанный гость. Но самую благую для всех людей на свете весть он принес две тысячи лет назад, совсем еще юной Деве Марии. Он принес ей благую весть и сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Эта благая весть в церкви стала праздником, благовещением, когда Архангел говорил, не просто благовествовал Богородице, но принес ей волю Божию. И Богородица смиренно эту волю приняла. И воля эта заключалась в том, что Богородица, вернее Мария, должна стать матерью Спасителя. И Архангел Гавриил сказал, не только радуйся, но сказал ей, что ты родишь сына и наречешь имя ему Иисус. Вот с этих его слов и начинается история праздника Благовещения, который входит в число двунадесятых, главных праздников православной церкви. Он обозначает провозглашение людям вести о том, что Спаситель идёт, предсказания начинают сбываться. Пророк Исаия, живший за 700 лет до Рождества Христова, утверждал, что Мессия – это Бог в образе человека. Родится Он от непорочной девы, будет творить чудеса и страдать. Умрёт за людские грехи и воскреснет. Большинство иудеев полагали, что Он придёт для того, чтобы прогнать иноземцев с их земли, покорить весь мир и навечно остаться земным царём. Однако всё произошло не так. Он пришёл незаметно, лишь Богородица знала Его. До 14 лет Мария, будущая Мать Христа, жила при храме и была весьма богобоязненной. После 14 лет девушку нужно было отдавать замуж. Действительно, по законам того времени, каждая девушка, которая достигла зрелости, должна была быть отдана замуж. И так же поступили с Богородицей. Ей был найден муж Иосиф, но она за него замуж так и не вышла. Он у нас называется в традиции церкви, называется Иосиф-обручник. По традициям, опять-таки, того времени, да и у нас в церкви, всякому браку, у всякого брака, бракосочетания, два этапа – обручение и венчание. Так же было и в Ветхозаветном мире, когда было обручение, когда будущие супруги знакомились. И было венчание, когда, ну, не венчание, да, а брак, когда они заключали. Так вот, обручение не предполагало связи. Оно предполагало некое знакомство и заботу одного над другим. Как бы они были, ну, так скажем, можно сказать, друзьями. А в традиции церкви все-таки Иосиф был, в конечном счете, опекуном Богородицы. И когда он узнал, что она беременна, он, будучи благочестивым, не захотел предать это огласке, полагая, что она согрешила, и захотел ее отпустить. Но ангел, как нам известно из Евангелия от Луки, явился ему и сказал, что не отпускай Марии, потому что рожденная от нее есть от Бога. И поэтому Иосиф принял это как Божию волю. И действительно, через 9 месяцев родился Спаситель мира, Христос, которого назвали Иисус. Этот праздник стали отмечать согласно решению церкви с 4 века. Благовещение всегда выпадает за 9 месяцев до Рождества Христова, на время Великого Поста. Поэтому литургия в этот день всегда полная. В этот день церковь призывает православных христиан отложить мирские дела и посвятить его молитвам и духовному размышлениям. Так было и старина Руси. Благовещение считалось днем полнейшего покоя и свободы, сосредоточенного молчаливого раздумья. На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет, говорили в народе. Существовало поверье, что в этот день даже грешников в аду перестают мучить и дают им отдых и свободу. На Благовещении была красивая традиция отпускать птиц на волю. В городах устраивали целые птичьи базары, где жители могли купить птицу и собственноручно даровать ей свободу. Чтобы год был спокойным и удачным, здоровье крепким, а семья благополучной, на Благовещение нужно было обязательно съесть освященную в церкви просфору. Ее пекли на каждого члена семьи. А еще готовили кулебяку. Особый пирог с рыбой или капустой, так как пост в этот день послаблялся. Тема явления ангела Деви Марии один из самых любимых и часто иллюстрируемых сюжетов художников всех времен и народов. Картины библейскому сюжету посвящали Леонардо да Винчи, Баттичелли, Карабаджи, Рублев, Боровиковский, Иванов. Широко использовалась тема Благовещения в русской литературе и поэзии. Об этом событии писали Пушкин, Шмелев, Байман, Цветаева, Ахматова. И, конечно, представители русской православной церкви. Соблюдая праздник строго, в этот день твердит народ, что и пташка хвалит Бога, и гнезда себе не бьет. И глядит на нас, сияя, недоступностью чудес, эта вечность голубая торжествующих небес. Николай Гурьянов, один из наиболее почитаемых старцев русской православной церкви. Он говорил, мир ведь такой Божий, посмотрите кругом. Все творение благодарит Господу. И вы так живете. Мир и с Богом. Юлия, у меня опять вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, анекдоты вы любите? Ну, честно, нет. Почему? Ну, по моему сугубо личному мнению, анекдоты – это что-то, содержащее только часть шутки. Все остальное – правда, а люди очень не любят правду. Поэтому не все понимают анекдоты. Стараюсь не шутить. Ну, я первый раз слышу, что рассуждение надо запомнить. Ну, раз вы сказали, не все любят шутить, да. Почему я об этом спрашиваю? Потому что 1 апреля, буквально вчера, отмечали в нашей стране День смеха, да? В этот день принято шутить, разыгрывать друг друга. А скажите, вот вас когда-нибудь разыгрывали или вы разыгрывали, так, чтобы это было запомниться, интересно было? Ну, интересно было, наверное, больше мне, то, о чем я говорю, когда мы были маленькими, не просто ни со зла, ничего. У нас папа – рыбак. Он ловил рыбу, и, значит, много надо посушить. А никто же не трогайте, ну, нельзя. Ну, она же вкусная, наверное, раз нельзя трогать. И мы потихонечку, потихонечку, пока она сушилась, мы ее съели. Ну, а как бы понимаем, чем это грозит. И поэтому что делать? Вместо настоящей рыбы, ну, небольшого размера, мы нарисовали на картоне побольше и повесили вместо той. Ну, вот смешно было нам, только нам. Когда это увидел папу, он был бы как-то не очень рад. И счастлив, поэтому вот с тех пор стараюсь я больше не шутить, потому что тот, над кем ты смеешься, ему как бы, ну, обидно. Да, ну, конечно, вы красавчик, это вы с братом, наверное, так сделали. С братом. Находчивые молодые люди, да. Папа, наверное, на всю жизнь запомнил. Ну, мы – да, потому что папа много всего сказал нам после этого. Хороших слов. Хороших слов. Ласковых, добрых, да? Да. Вот у нас тоже есть очень интересная такая рубрика «На улице веселой». Я предлагаю посмотреть. Ее подготовила моя коллега Галина Левая. Там, кстати, люди очень хорошо рассказывают анекдоты. Если вы нахмурясь и выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка. Без сомненья вдруг коснется вашей глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Первое апреля история этого праздника уходит далеко в древность. Еще великий Пушкин писал в своем письме другу Антону Дельвику «Брови царь нахмуря говорил. Вчера повалила буря памятник Петра». Тот припугался. «Я не знал!» «Ужель?» Царь расхохотался. Первый брат апрель. Как можно прожить в наше непростое время без чувства юмора, без смеха, без иронии? И анекдоты – это одна из составляющих нашей сегодняшней жизни. Согласитесь, анекдоты рождаются каждый день и в любой ситуации. Вот, к примеру, очень актуальный анекдот. «Месяц, дружочек, дай денег, полный кошелечек!» «Министр финансов, вы в своем уме?» Или вот этот? Впрочем, нет, этот, наверное, цензуру не пропустит. Тогда, может быть, вот этот? Нет, пока не приходит на ум ни один приличный анекдот. Поэтому, коллеги, подключайтесь. Петка сидит напротив банка и торгует семечками. В этот момент подбегает мне Василий Иванович с просьбой. «Петруша, займи мне 10 рублей буквально на полчаса. Я тебе через полчаса 11 отдам». «Не, Василий Иванович, не могу». «А почему? В чем причина?» «У меня договоренность вот с этим банком». «Какая еще договоренность?» «О чем ты?» «Семечки, банки. Я ничего общего не вижу». «Все, как?» «Ничего общего». «Я не даю в кредит, банк не торгует семечками». Вот анекдоты, они настолько прочно в нашу жизнь вошли, что мы их цитируем, так же, как и пословицы, поговорки, цитаты каких-то классиков литературы. И практически на каждый случай жизни у нас всегда есть анекдот. Ну, а те сферы жизни, которые нам близки, к которым мы встречаемся каждый день, ну, масса анекдотов. Ну, у меня тоже есть несколько анекдотов, которые мне очень нравятся. Я их иногда вспоминаю, когда случаются обстоятельства. Ну, вот один из самых таких важных анекдотов — это по поводу медицины. Встречаются два друга, одноклассники. Долго-долго, много лет они не виделись, теперь уже совсем повзрослели. Есть что друг другу рассказать. Один обрадовался, говорит, «Слушай, я так рад тебя видеть. Ну, давай, пойдем сейчас к нам посидим, выпьем». Другой говорит, нет, нет, выпить нельзя, нельзя. Мне мой доктор строго-настрого запретил. Другой говорит, «Слушай, ну, мне тоже мой запретил, но я ему дал немного денег, он мне разрешил». Как-то летит плодинка в самолете, рядом сидит импозантный мужчина. Он хочет делать ей комплименты, говорит, «Давайте поиграем с вами в игру». Она говорит, «Давайте поиграем». Он говорит, «Я задаю вам вопрос, вы на него не отвечаете, вы мне даете пять долларов. Вы задаете мне вопрос, я на него не отвечаю. Я вам даю пятьсот долларов. Хорошо, давайте поиграем». Он задает вопрос, говорит, «Какое расстояние от Луны до Земли?» Она говорит, «Буду я заморачиваться такими вопросами?» Молча достает пять долларов и отдаёт. А теперь ваш вопрос. «Да, мой вопрос. Кто в гору поднимается на трёх ногах, а спускается на четырёх?» Мужик долго думает, весь багровый, красный весь, достаёт, отдаёт пятьсот долларов и говорит, «Кто же всё-таки это?» Она молча достаёт пять долларов и отдаёт. А говорят, все блондинки-дуры. Всемирный конгресс филологов. Тема дня, очередного дня этого симпозиума, возникновение исконно русского слова «стибрить». Откуда оно пошло, появилось, ну, в таком плане. И тянет руку докладчик, ну, хочет выступить с докладом, итальянский профессор, филолог, знаменитость. Выходит и говорит, «Вы знаете, у меня большие сомнения насчёт происхождения этого слова, что оно именно исконно русское слово. У меня есть своя гипотеза, что оно не русское, не русское происхождение этого слова, а итальянское. Ну, обоснуйте. Ну, вот, мои обоснования таковы. В средние века один купец на своём судне со своим товаром прибыл в город Рим по реке Тибр, как полагается. Пришвартовался и пошёл искать рынки сбыта. Когда вернулся, обнаружил, что его корабль вместе с товаром пропал. И он разорённый, озабоченный идёт по городу Риму, там, по Италии. Все его встречают. Что случилось, дорогой? Почему ты без настроения? Говорит, да вы знаете, говорит, тут у меня пропал товар вместе с кораблём. А откуда? Говорит, ну, стибра, говорит. Ну, вот, так оно и пошло, это слово стибрить. Ну, ведущий этого конгресса говорит, у кого какие возражения, там, предложения. Наш профессор из России тянет руку, выходит на трибуну и задаёт вопрос итальянскому профессору. Говорит, А в вашем славном городе Пиза ничего не пропадало у ваших купцов? Если вас, любимый, друг посолит случай, Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг к другу поглядите лучше, Лучше всяких слов Порою взгляды говорят. И улыбка, без сомненья, Вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Американский фермер Джон. Ну, дела на ферме идут хорошо, и он решил со своей мэри поехать на курорт, отдохнуть на Ямайку. Собрал немного денег, вот они с мэри собрали вещи, скачут сначала на лошади, потом идут на поезде, потом сели на самолёт, приехали на Ямайку, отдыхают на пляже. И тут вот, значит, море, океан выбрасывает на песчаный берег бутылку. Ну, естественно, по закону жанра Джон берёт эту бутылку, открывает неё, а там джинн. И, как всегда, джинн говорит, Джон, я исполню твоё желание. Желай. Ну, джинн подумал, говорит, ну что, у меня всё есть, вот ферма у меня хорошая, процветающая, денег мне хватает, ну, даже хватает на то, чтобы приехать раз в год на Ямайку отдохнуть. В принципе, мне ничего как бы не надо, но вот единственное, что добирались мы, конечно, с мэри долго. Сначала на лошади скакали, потом на поезде ехали, потом на самолёте. Трудно. Вот ты б не мог, джинн, построить дорогу, тоннель через кордильеры, и широкую такую вот мост, хороший мост до Ямайки. Ну, джинн подумал, говорит, слушай, Джон, а у тебя нет чего-нибудь попроще, а то как-то вот, ну, долго всё это, трудно всё это строить. Тот говорит, ну ладно, вот знаешь, ещё у меня вот очень волнует такой вопрос. Я вот смотрю на мэри, вот на этих женщин, я никак не могу их понять. Вот то она плачет, то она смеется, вот что вообще ей надо? Джинн подумал, говорит, а сколько будет полос на твоём хайвее? После ГАИ, поздняя ночь, лето, темнеет, ну, уже стемнело как бы, и стоит ГАИшник, скучает, транспорт не ходит, поток весь уже потихоньку, спал, ну, ночь на дворе. И видит, движется со скоростью где-то 15-20 км в час Мерседес. Он его останавливает, открывается окно, сидят два парня, один за рулём, один с пассажирской стороны, и оба обкуренные. И он спрашивает, а почему вы так медленно едете? Водитель поворачивается к своему соседу и спрашивает, он говорит, почему мы так медленно едем? Сосед ему говорит, скажи ему, что мы устали. Он поворачивается и говорит, сотруднику, мы устали. А где вы были, что вы так устали? Он опять апеллирует к соседу, он говорит, где мы были, почему мы устали. Ну, скажи, мы были на рыбалке. Поворачивается, мы были на рыбалке. А где вы были на рыбалке? Он опять соседует. Он спрашивает, где мы были на рыбалке. Ну, скажи, что мы были на оке. Поворачивается и говорит, мы были на оке. Тогоречник у них спрашивает, как ока? Он поворачивается и говорит, он говорит, как ока? Да? Ну, скажи ему ку-ку-ку. В школе в первом классе учительница воспитывает детей, наставляет их, мотивирует. Говорит, дети, вы должны хорошо учиться. Вот те из вас, которые будут хорошо учиться, они попадут в рай. А те дети, которые из вас будут плохо учиться, они попадут в ад. И тут Вовочка с последней партой тянет руку и говорит, Мария Ивановна, а что, закончить школу живым не вариант? Сотруднику, и в поисках рыбного места находят место, где висит знак, проезд запрещен. Такой элитный район, спальный. Становится и ждет. В 8 утра приезжает Мерседес и прямо под этот знак проезд запрещен. То есть нарушает правила. Он останавливает. Мерседес полностью затемненный. Открывается с водительской стороны окно, вот так где-то. Оттуда просовывается 100 долларов, сотрудник ГАИ молча забирает, окно закрывается, Мерседес уезжает. В течение 11 месяцев одна и та же картина. Нарушение, свисток, окно, 100 долларов, уезд. На 12 месяц он как на работу, приезжает, все как положено. Мерседеса нет. День нет, второй день. В общем, целый месяц в холосту этот ГАИшник. Ездит, нету, нету этого Мерседеса. Ну и уже злой такой, все, все, последний день приеду, нет, нет, все, больше я здесь не появлюсь. Становится и раз, появляется Мерседес. Опять свисток, ну, нарушение, свисток, он останавливает, окно опускается, 100 долларов. И он стучит джезлом по окну, окно опускается ниже, владелец спрашивает, что ты хотел, что ты мне тут, 100 долларов мало, что ли? Нет, у меня просто вопрос, говорит, целый месяц тебе не было, где ты был? Говорит, ну, как делать? Я работал целый год, говорит, ездила отдыхать на Канарские острова. Как на острова? На Канарские острова за мой счет? Семейная пара в возрасте за 40 поехали на коврут Испании. Взяли путевку, остановились в приличном отеле. Вечером супруг сидит в баре и вдруг замечает, что жена ему как-то исчезла, нет ее рядом. Ну, надо пойти поискать. Приходит номер, нет жены, думает, ну, сейчас у соседа спрошу, там Дон Педро живет, может, он видел, там заходила, не заходила, пропала супруга, надо что-то делать. К Дону Педро дверь вот приоткрыта, он заходит в номер, видит, лежит Дон Педро там на кровати, так прикрыв глаза. И вдруг его супруга абсолютно голая выходит из душа. Он обомлел, посмотрел на свою супругу и вдруг замечает, что а супруга-то уже вот, ну, возраст уже по ней видно, что лишний вес, животик там, целлюлит. Посмотрел, посмотрел, он говорит, господи, как же неудобно перед Доном Педро. Поэт Алексей Апуфтин в своем стихотворении 1 апреля в 1857 году писал «Денек веселый, с давних пор обычай есть патриархальный у нас, и лгать, и всякий вздор сегодня всем порой нахально, хоть ложь-то, впрочем, привелась так хорошо к нам в самом деле, что каждый день в году у нас от счастья 1 апреля. Дорогие друзья, улыбайтесь, шутите, смейтесь на здоровье, ведь здоровый смех это залог хорошего настроения, а ваша открытая улыбка всегда будет располагать к доброму отношению. С 1 апреля вас, друзья! На этом наша передача окончена. Я еще раз благодарю вас, Юля, что принимали участие, помогали мне вести нашу программу, и по традиции, прощаясь, мы желаем что-то нашим телезрителям. Что бы вы пожелали? Ну, я пожелаю позитива, чтобы люди больше радости находили в каждом своем дне. Так жить намного проще, когда смотришь в окно и радуешься всему, что происходит вокруг тебя. Тогда и окружающие люди кажутся не такими суровыми, и настроенными против, и самому тебе легче и проще. Поэтому радуйтесь, улыбайтесь, излучайте добро, и оно вернется. Кирилл, а ты что пожелаешь? Успехов, здоровья, счастья, чтобы не знали в своей жизни ничего плохого, негатива никогда не видели и не знали. В общем, чтобы все у наших зрителей было хорошо. Молодец, и поменьше сидели в телефонах, да? Да. Побольше читали книг. Побольше читали книг. Ну, а я желаю нашим зрителям провести эти выходные в кругу близких и родных людей. Берегите их. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин